В столице Болгарии проходит двухдневная неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. В ней также участвуют и министры шести стран-кандидатов на вступление в ЕС. Первыми присоединиться к блоку должны в 2025 году Сербия и Черногория. Некоторые министры стран ЕС считают, что нужно приблизить эту дату. По их мнению, вступление в Евросоюз поможет снять напряжённость между соседями в регионе. «Если мы всерьёз хотим, чтобы западные Балканы успешно интегрировались в Европейский Союз, то надо действовать быстрее. Почему бы нам не принять сербов и черногорцев намного раньше, чем в 2025 году? Зачем ждать ещё семь лет?» «Перед нами стоит вопрос, кто первым окажется в Белграде – Китай или Евросоюз. Мы не должны допускать этого, поскольку это наш ближайший сосед. Евросоюз вкладывает там деньги и заинтересован в сотрудничестве. И все наши действия должны стать более зримыми». Италия и Польша также поддерживают более быстрое вступление западно-балканских стран в Евросоюз. Но некоторые политики считают, что за короткий период не устранить все последствия вооружённых конфликтов на территории бывшей Югославии. Сербию, например, обязали признать независимость республики Косово. «Словения 20 лет вела переговоры с Хорватией, чтобы разрешить спор в отношении границы. И столько же лет шли переговоры между Хорватией и Сербией. 26 лет – между Боснией и Герцеговиной и Черногорией. Думаю, невозможно ожидать результата к 2025 году». Европейские политики видят и другие проблемы, общие для всех стран Западных Балкан. Это коррупция, масштабная организованная преступность и незаконная миграция. Всё это необходимо искоренить до присоединения к ЕС. Вступить в Евросоюз собираются Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Македония, Черногория и Сербия.